сегодня один коллега спрашивал меня что лучше экстрактор сакслета или джин корзина и может ли экстрактор сакслета заменить метод настаивания приветствую вас братья самогонщики есть множество методов ароматизации спирта и каждый самогонщик должен владеть максимальным их количеством поэтому сегодня я покажу вам еще один такой метод думаю будет интересно недавно я готовил чачу чача у меня не получилось ну то есть получился какой-то самогон все кто его пробовал говорили что у него есть какой-то вкус яблока но никак не винограда и поэтому сегодня я приготовлю а-ля чачу этот метод ароматизации опять таки рассказал мне один из наших коллег раньше этот метод я ни разу не пробовал поэтому сегодня вместе с вами попробую его и посмотрим будет ли это вкус почему чача не получилось причина банальная виноград был обычный столовый то есть там не было никакой особой ароматики и никаких особых вкусовых качеств для чачи конечно нужен виноград технических сортов и сегодня я постараюсь реабилитироваться в магазине вот буквально килограмм такого винограда черный виноград пахнет очень хорошо попробовал на вкус очень сладкий и вот из него сегодня будем готовить ароматную воду все что мне потребуется это мой куб 12 литровый и дистиллятор соберу режим под стила и выгоним ароматную воду для начала нужно виноград отделить от гребешков они не понадобятся и потом немножечко размять его вот сейчас я приготовлю вот таким образом а в чайник пока поставил греться воду ну чтоб просто залить горячей водой и процесс пойдет гораздо быстрее и теперь немножечко разминаю этот виноград загружаю виноград в куб и сейчас сюда добавлю 4 литра воды и чтобы процесс шел быстрее сразу же ставлю плитку на разогрев пока буду собирать дистиллятор куб уже будет разогреваться сразу хочу предупредить тех самогонщиков которые никогда не занимались не мацерации не экстракции но хотят попробовать этот метод все оборудование прежде чем собрать нужно тщательнейшим образом промыть потому что вы однозначно перегоняли или брагу или спирцирец и вот допустим в холодильнике в углах остались какие-то остатки этого продукта и если вы не помыв сейчас соберете начнете перегонять этот неприятнейший привкус попадет в эту ароматную воду так что всегда перед мацерацией и перед экстракцией промывайте тщательнейшим образом оборудование куб крышку куба можно просто обработать протерев спиртом вот такая сборка у меня получилось простой дистиллятор тройник здесь просто в качестве удлинителя холодильник все там приемная емкость встает вопрос сколько этой воды нужно отобрать коллега мне не сказал конкретно сколько и единственное что он мне сказал какие дал рекомендации отбирай воду до того пока тебе будет нравится вкус в конце пойдут хвосты да именно так в конце пойдут хвосты то есть вода станет невкусная как только это почувствую что вода стала невкусная отбор нужно прекратить но наверное на это и буду ориентироваться пошел отбор и вот сейчас я немножечко стаканчик решил набрать воды и попробовать какая она на вкус наберу буквально грамм 50 чтобы попробовать напоминает ли это запах винограда нет однозначно запах винограда здесь не угадывается давайте продегустирую ароматную воду честно скажу во вкусе нет никакого винограда есть какой-то вкус он очень непонятный неопределенный и поэтому я даже не знаю что в конце концов получится из всего этого эксперимента но как говорится давайте не будем вперед забегать посмотрим пока шла перегонка я понемногу набирал стаканчик пробовал и вот в один момент реально вкус этой воды изменился и я решил что все пора прекращать вот такое количество этой ароматной воды у меня получилось здесь порядка одного литра и сейчас я разведу этой водой спирт потом посмотрим какие вкусовые качества приобретет эта сортировка приготовлю буквально около литра этой сортировки на пробу возьму 300 миллилитров спирта у меня здесь ректификат и 420 миллилитров вот этой ароматной воды сейчас все это смешаем спирт в воду или воду в спирт не знаю решайте сами отправляется отдохнуть буквально на одни сутки когда моя мама увидела мой 50 литровый куб она мне сказала руслан ну теперь ты точно соперся мам вот буквально 30 грамм подегустирую и все брать самогонщики постояла она у меня где-то около суток это сортировка давайте попробуем что получилось тушки интересный такой запах получился виноградом не пахнет абсолютно какие-то нотки ванили очень интерес такой прям сладковатый сладковатый запах ну осталось только продегустировать знаете интересный вкус заходит абсолютно мягко интересное такое сладковатая послевкусие абсолютно никакого винограда не чувствуется ничего такого фруктового или ягодного есть вот какой-то привкус наверное все таки какой-то ванили даже не знаю с чем это связано что я могу сказать такой способ имеет право на существование можете взять его себе на вооружение пожалуй дам вот эту бутылочку подегустировать моему другу олегу николаевичу ну естественно не буду говорить что это мне хочется услышать его непредвзятое мнение как я уже сказал вот этот способ имеет право на существование попробуйте для эксперимента вроде получилось неплохо ну а пока братья самогонщики на этом все ни голов ни хвостов чтобы не было всеми всем вкусного самогона